Главное, что сейчас сотрясает весь интернет, это обвал как фондового рынка, так и курса криптовалют. Это эффект инфляции и отложенного экономического кризиса, который происходил в период карантина Беся. И сегодня мы получаем вот такой отложенный эффект этого экономического кризиса, где те проблемы, которые общество должны были пережить в 2021 году, мы начинаем переживать сейчас. Действительно, бывает трудно понять, а собственно, куда уходят все эти деньги. Крипта, золото, акции падают относительно доллара, инфляция у доллара выросла. Что же тогда растет? На неподготовленный взгляд может сложиться впечатление, что все это падает по отношению к рублю, да, рубль укрепляется. Но это вот то, что вам очень скоро будет рассказывать кремлевская пропаганда. Но на самом деле, конечно, падение происходит относительно товаров, потребления, на которые люди сегодня тратят гораздо больше денег, чем тратили год-два назад. И, соответственно, как результат повышения цен на товары и потребление, у людей остается все меньше и меньше денег для того, чтобы заниматься инвестициями, для того, чтобы вкладывать их в какие-то долгосрочные проекты. И люди просто эти деньги проедают. К сожалению, это только самое начало последствий той безответственной экономической политики, которую проводили Соединенные Штаты на протяжении последних двух лет, прикрываясь идеей, что вот, значит, мы закрыли экономику, но сейчас напечатаем 40% от общей долларовой массы, которая существовала на тот момент, и это не закончится ничем страшным. Я писал и рассказывал на своих стримах подробно, что нет, это абсолютное безумие, экономика работает не так, и кризис, который вы сейчас откладываете с помощью бесконтрольного печатания денег, будет еще тяжелее спустя совсем небольшой отрезок времени. И вот сейчас мы это получаем на наших глазах. К сожалению, вынужден констатировать, что это только-только начало. То есть будет не просто хуже, будет значительно хуже.